Надеваем на себя защитный костюм, очки, бахилы. Должны быть закрыты все части тела. А сколько у вас обычно занимает времени? Где-то около 3-5 минут. Около 3-5 минут на то, чтобы облачиться в спецкостюмы, полностью закрыть все части своего тела. Нам, конечно, с оператором, как новичкам, потребовалось чуть больше времени. Без защиты доступ в красную зону запрещен. Трудиться в столь непростых условиях Евгения Волошина уже привыкла. Изначально пришла работать в городскую больницу номер 6, в терапевтическое отделение. Но в пандемию с самого первого дня начала помогать людям, которые заразились коронавирусной инфекцией и попали в ту самую. Страшную для многих, но точно не для нее красную зону. Как ваши дела? Как себя чувствуете? Да, нормально сегодня. Ага, давайте наш пальчик посмотрим. С таких вопросов начинается каждая смена Евгении Ильиничной. Она уверена, что на выздоровление пациента влияет как медицинская помощь, так и психологическая. Именно поэтому каждому, кто находится в этих стенах, особый подход. Люди лежат зачастую с тяжелой дыхательной недостаточностью. Необходимо отслеживать параметры, постоянно сатурации. Также у наших пациентов зачастую встречается сопутствующая патология. Это и сахарный диабет, и артериальная гипертензия. Важен для нас каждый пациент. Стараемся помочь каждому человеку. Большая ответственность и нагрузка, отмечает врач. Инфекция относительно новая. Ранее с ней не сталкивались в таком формате, поэтому возникают некоторые сложности. Иногда бывает трудно как в моральном плане, так и в физическом. В таком костюме космонавта, так их называют пациенты, врачи в среднем находятся около пяти часов. Я нахожусь в этой экипировке около десяти минут, и мне уже сложно дышать и передвигаться. А вот медработники стараются не жаловаться. Говорят, это их долг – лечить людей, а иногда даже спасать. Большое вам спасибо человеческое. Беззоравливайтесь. После окончания смены Евгению Волошину дома ждет муж и трое детей. Три дочки. По ее словам, дети уже взрослые и ответственные, и выбор мамы поддерживают. Конечно же, я бы не справлялась без взаимовыручки. То есть, все помогают друг другу. Старшие помогают с младшим ребенком, муж помогает со всеми. Для семьи тяжело, конечно, было поначалу. Но сейчас как-то все втянулись. У нас в семье все стараются работать, делать все от них зависящее, все возможное. И ценим друг друга. Мы друг друга стараемся поддерживать во всем. Пока неизвестно, сколько придется трудиться в красной зоне, но наша героиня уверена, что путь, который она выбрала в юности, поможет спасти еще не одну жизнь. А семья и дети будут ее всегда поддерживать.